МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Юра, мы все продали. Какая судьба ждет сквер на площади Сахарова? Откроется ли туристический сезон на Алтае 1 июня? Зеленое хобби жителя Шалаболихинского района. 1 111. Сегодня цифра заболевших коронавирусом в Алтайском крае такова. За сутки зафиксировано 57 новых случаев заражения и 3 летальных исхода. Всего же в крае 9 смертей от COVID-19. Коронавирусом заразились 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы. Инфицированные сотрудники больницы госпитализированы. Некоторые отправлены на лечение домой. В учреждении продолжается тестирование. Проверяют всех работников. Напомним, что накануне в больнице выявили первый случай коронавируса у пациентки отделения реанимации. После этого больницу закрыли на карантин. В итоге больше всего новых случаев заражения. В Барнауле 33 человека. Теперь в краевой столице 406 заболевших. В Змейногорском районе несколько дней цифра держится на 245. В Бийске небольшой прирост. Сейчас в Наукограде 119 пациентов. В Рубцовске 46 человек. В Павловском районе 26. Эпидемия ударила и по будущим медикам. В общежитии Алтайского государственного медицинского университета выявили студенты с коронавирусом. Потенциально от него могли заразиться 200 человек, проживающих в общежитии. Пока известно, что уже 11 студентов точно заразились. У них положительные тесты. Все инфицированные госпитализированы. Из здания студентам запрещено выходить. Персонал общежития тоже остался на двухнедельный карантин. Нормально все? Кстати, поскольку в Змеиногорском районе нет новых заболевших, губернатор Виктор Томенко снял карантин с муниципалитета. Вдохнули ли жители воздух свободы? Сейчас расскажем. Узнать об отмене карантина от журналистов. Такую радость сегодня испытал депутат городской думы Змеиногорска Виктор Бабенков. Был приятно удивлен. Думал продлиться карантин гораздо дольше. Я ж никуда не хожу. Дома сижу. В магазин схожу и дома. Потому что пришел в администрацию, как-то мне надо было. А там охрана говорит, нельзя. Я говорю, ну нельзя, значит, до свидания. Мне, например, поехать надо в Руссоку. Это хорошо, что карантин сняли, значит, я езжу туда. Кстати, открыты ли границы района, проверили сегодня днем корреспонденты местной газеты Змеиногорский Вестник. Они выехали на 12-й километр на самую ближайшую границу района с соседним Третьяковским. Сказать, чтобы что-то прям вау изменилось. Ну, нет такого, нету. Конечно, сейчас намного проще, что можно съездить по каким-то своим делам в другой район. Это отзывы обычных жителей района. А вот в социальных сетях новость об отмене карантина восприняли гораздо оптимистичнее. Теперь можно ехать в Барнаул. Маму на операцию нужно срочно везти. Очень рады, что теперь медикаменты в аптеке будут завозить непосредственно в Змеиногорск. А мы не будем их перегружать на КПП. Отличная новость. Мы сможем выехать куда-то. Но пока нам, тем, кто работает в сфере обслуживания, не разрешают открывать салон и жить легче, не становится. Отмечу, что ограничительные меры в Змеиногорском районе сохраняются, впрочем, как и масочный режим. Судя по телефонным разговорам, сами жители самоизоляцию почти не нарушали. Поэтому заболеваемость и пошла на спад. И сейчас равна нулю. Татьяна Голубева, день с толком. На площади Сахарова готовят место под строительством многоэтажного жилого дома. Новость появилась внезапно. При этом оспорить за стройку на общественных обсуждениях можно было только до сегодняшнего дня. Только об этом мало кто знал. Как может измениться вид центральной площади города и прекратят ли когда-нибудь попытки застроить Сахарова, расскажет Полина Жданова. Когда жители Барнаула узнали, что гостиницу Рейдисон на площади Сахарова не построят, обрадовались. Когда классическому вузу не разрешили возвести там новый корпус, подумали, что теперь точно место прогулок и праздников оставили в покое. Но внезапно выяснилось, не оставили. Теперь в окрестностях Барнаульской крепости планируют строить жилую многоэтажку. Горожане против. Не надо ничего тут строить. Если здесь все-таки построят дом, есть ли у нас в городе место, куда площадку для проведения мероприятий могут перенести? Много поколений выросли, что здесь это было место именно. Перенести можно хоть за город, но смысл в этом не знаю. Стоит ли парк убирать, здесь дом стоит? Да нет, наверное, зачем. Парк нормально стоит. Есть вероятность, что парку ничего не угрожает. По плану, указанному в кадастровой карте Барнаула, потенциальная многоэтажка будет стоять прямо за Барнаульской крепостью. Она займет площадь практически в 2000 квадратных метров. То есть фактически дом будет зажат между неухоженной зеленой зоной, парком и пятиэтажками на Молодежной. К слову, их жители будущему соседству не рады больше всех. Этот дом, который стоит рецом к Молодежной, и рядом с которым будет этот новый дом строиться, в экстренном порядке собирали свои пожелания и должны были сегодня отнести в Комитет по строительству и архитектуре города. Речь шла о том, чтобы не допустить это строительство рядом. Они опасаются, что это все скажется негативно на их доме. Дом будет высокий, 25 этажей. Это потребует выравнивания территории и возведения укреплений. Соседние дома при этом могут просесть и разойтись по швам. Собственники квартир на Молодежной 21 узнали об общественных обсуждениях по этой теме в последний момент. Позавчера. Это не афишировали. Хотя информация о расширении территории под строительство существует с конца апреля. Это выяснилось после штудирования сайта. Узнать о том, какие проекты будут реализованы в городе в ближайшее время, не так-то просто. Нужно периодически заходить на сайт Комитета по строительству Барнаула, выбирая графу «Градостроительство и общественное обсуждение». Это те, на которые мы можем повлиять своим мнением. Здесь выложены все оповещения за 2020 год. Они регулярно обновляются, практически каждый месяц. В нашем случае это от 25 апреля. Его можно посмотреть и почитать. Если мы с ним не согласны, мы можем внести свои замечания и предложения. Но нужно помнить, что у каждого оповещения есть свой дедлайн. Но заранее, конечно же, об этом вам никто и нигде не скажет. Например, в документе о площади Сахарова указано, что последний день приема предложений сегодня. Мы, конечно, его заполним. Это сделать несложно в онлайне, в проекте планировки территории и межевания. Но насколько мы будем услышаны и насколько быстро увидят наше обращение, мы уже не узнаем. Общественники возмущены тем, что свободной земли в городе достаточно. Но вот уже несколько лет частники и бюджетные организации покушаются именно на Сахарова. Архитекторы, кстати, поддерживают идею горожан о том, что в центре города парковая зона для мероприятий нужнее, чем каменные джунгли. Такая ситуация происходит из-за того, что в нашей центральной части города и площади Сахарова, в частности, нужна комплексная стратегия развития. Возможно, это должна быть пространственная градостроительная модель, которая бы определяла не только функциональное назначение территории, как это сейчас делают градостроительная документация, но и высотность, и, может быть, плотность пропорции общественных пространств. Городская администрация пока не предоставила оперативный комментарий на наш запрос по поводу потенциальной застройки. Конкретики мало. Известно только то, что все предложения по строительству уже приняли. А окончательное решение о судьбе площади Сахарова примут 25 июля. Возможно, учтя предложения горожан, если они успели их подать. Полина Жданова, Николай Шелко, День с толком. 1 июня тур-сезон на Алтае, возможно, не начнется. Во всяком случае, так считают представители туристической отрасли региона. Такие выводы они делают из заявления губернатора. Так готовятся ли к наплыву туристов и как на природе может отразиться резкое начало сезона, выяснял Илья Кочетков. Никогда, пожалуй, туроператоры не ждали наступления календарного лета с таким нетерпением. Новость о том, что с 1 июня, возможно, разрешат размещать туристов на базах, привела операторов в восторг. Если за границу и возить пока нельзя, так хоть внутренними поездками можно спастись. Но сегодняшнее заявление Томенко хоть прямо и не запрещает поездки, автоматически вносит коррективы. Пока устойчивой тенденции не наметится по снижению случаев заболевания, вот когда мы с вами устойчиво ниже 40 человек будем иметь этот показатель устойчиво, то есть в течение хотя бы недели. Только после этого действующий режим ограничений мы сможем изменять. В Алтайской ассоциации туроператоров признались, что на 1 июня по-прежнему смотрят с надеждой, но ситуация меняется буквально ежедневно. Так что терпеливо ждут, напоминая, система размещения туристов на Алтае довольно безопасна в период пандемии. Что касается требований Роспотребнадзора, специфика нашего регионального рынка, регионального туристического рынка такова, что мы достаточно комфортно можем обеспечить пребывание гостей с соблюдением социальной дистанции, перемещать их маленькими группами и для того, чтобы обеспечить все необходимые требования. В надежде на лучшее представители туротрасли на низком старте. Так, в курортах Белокурихи на лето продали больше половины путевок и надеются первыми начать принимать гостей. До недавнего времени оставался ряд требований Роспотребнадзора, которые были трудновыполнимы. Например, заезд туристов в санаторий в один день и ровно на 14 дней, двухразовая уборка, обязательное наличие обсерватора, никаких ковров и так далее. Но, как нам сообщил Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию, буквально вчера требования упростили. Достаточно большой документ, 7 листов, все расписано по пунктам, что справка должна быть там, обязательно со справкой должен приезжать, она не позднее, чем за двое суток должна быть сделана. Расселять по одному человеку в номера обязательно, уборку номеров проводить, дезинфекцию не реже одного раза в день. И многое другое. По его словам, санатории уже готовят к новым требованиям. Когда они откроются, зависит от решения губернатора. А с учетом обстоятельств, перспективы туманны. Тем не менее, руководство продолжает ориентироваться на июнь, как и многие другие работники туротрасли, как и сами туристы. Правда, в этой истории есть и оборотная сторона. Валентин Смирнов, руководитель экспедиционного отдела Краевого отделения Русского географического общества, говорит, пока большинство людей были на изоляции, природа заметно ожила. Многие специалисты отмечают, что, в принципе, уже даже за такой короткий период, всего месяц отдыха для природы, наблюдается уже какие-то маленькие-маленькие улучшения. То есть где-то, например, стало чище, где-то стало спокойнее просто, где-то рыба появилась в тех местах, где ее не видели, там, может быть, лет 10 даже такие случаи фиксируются, где-то звери начали выходить. Когда же турсезон все-таки откроют, изголодавшиеся по отдыху люди, в том числе те, кто решит самоизолироваться в палатках, могут ринуться на прежние места, а также захватить новое. Больше мусора, вандальных надписей на скалах, шум – это может стать сильнейшим ударом по природе. И как это проконтролировать, сказать пока очень сложно. Недовольные жильцы, с одной стороны, с другой – ТСЖ, частое коммунальное противостояние. Вот только у обратившихся к нам барнаульцев оно длится несколько лет. Что не устраивает людей и какова позиция управляющих, разбиралась Мария Микшута. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека. На сухибатора 9 так не считают. Здесь с управдомом воюют. Выходите к людям, отвечайте на каждый наш вопрос. Мы за три с половиной года ни одного отчета по документам денежного мы не услышали. Это обычное собрание дома. Выходить к людям председатель Наталья Алексеевна с фамилией Король не желает. От такой коммуникации проблемы дома виснут в воздухе. Татьяна в этом доме живет три года. При покупке квартиры, говорит, председатель ТСЖ попросила ее внести плату за вступление в товарищество. Но чека приеме наличных не выдала. А я еще спросила, говорю, можно квитанцию мне, ну, чтобы я для себя, потому что тоже очень такая. Она сказала, нет, это у нас на наши нужды. Непрозрачные траты – главная претензия жильцов. Расскажите нам, что это за деньги. Мы не знаем, 3 миллиона, 2 миллиона. Мы понять не можем, что получают у нас. Они говорят, это не ваш карман, не лезьте туда. Ремонта как таково нет. То есть люди жалуются. Побелина даже не обшорканная, это вот где звездка. Сделан вид первый, второй этаж. Все. Куда ушли деньги, опять непонятно. Даже уборку двора и ту, по мнению жильцов, производят некачественно. Грязно, ну, неудобно как бы. И дети маленькие как бы играют. Они могут заразу себе куда-нибудь нанести. Недовольные работой товарищества жильцы сплотились, как никогда. Стучатся в двери ТСЖ, звонят, но безуспешно. Встретиться с нами король отказалась, а по телефону рассказала, что жильцов, по ее словам, она регулярно принимает. Расходы ТСЖ, говорит, предоставила жилы инспекции. Удалось спросить и про денежные сборы. И кажется, что женщина сама уже путается. Вы выдаете какие-то кассовые документы, если принимаете денежные средства на нужды ТСЖ? Вот когда скажете фамилию, я вам скажу, принимался у нее или нет. На заборе тоже много чего написано. Так, ну, в любом случае, вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы, если принимаете какие-то денежные средства, вы кассовые... Мы не принимаем денежные средства. Конфликты между председателями ТСЖ и жильцами домов происходят достаточно часто. Подключаются контролирующие органы Роспотребнадзора, жилищная инспекция, суды, прокуратура и так далее. Затрачивается значительное количество времени, ресурсов с обеих сторон. Ну, надо сказать, что с переменным успехом. То в пользу одних, то в пользу других. По мнению юриста, коммунальные войны – проблема злободневная. Но внести ясно, здесь может лишь проверяющий орган. Конечно, в данной ситуации председатель не права. Работа с жителями организована должна быть. Документы выдавать запрашиваемые обязаны. Если ТСЖ бездействует, то, конечно, уже в такой ситуации нужно обращаться в надзорные органы, чтобы принимались меры реагирования. Если она не идет на контакт. Но в любом случае, если жильцы не доверяют председателю, они вправе запросить проверку финансовой деятельности, поясняют жилинспекции. А пока, говорят специалисты, по предоставленным документам, деятельность председателя ничего не нарушает. Мария Микшута, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Родить сына, построить дом, посадить дерево. Наш следующий герой посадил уже целый лес. В Шалабольхинском районе живет мужчина, который своими руками восстановил уже сотни гектаров леса. И подключает к этому все село. Никита Ермаков с ним познакомился. Там лента, 126 гектаров. Это вы сами посадили? Ну, с друзьями, со школьниками. О таком хобби, а вернее целой миссии, Владимир Зарянов никогда не думал. Большую часть жизни провел в городе. Работал на заводе. Выйдя на пенсию, переехал в деревню. Чтобы быть в пределе, устроился в лесное хозяйство. Признается, сажал деревья и раньше. Но такой масштаб появился после разговора с отцом. Во сне. Сидим как будто за столом. Он говорит, Володь, а ведь там барок был между Молоково, где Молоково моя родина. Сейчас там нет деревни. И Киприно. Был барок. После войны, говорит, пришел, а его нету. То ли знак какой-то подал, то ли что. А я уже посадками занимался. Ну и все. И к Огеновскому колдыка приехал. Говорю, Петрович, надо. Саженцев много. Те саженцы уже лес. Владимир Федорович говорит, это его место силы. Здесь спокойно, да и воздух чище. Приезжает сюда часто. Каждое деревце проверяет с отцовской заботой. Своё отношение передает и сельчанам. Говорит, на посадку собирается вся деревня. А дети даже соревнуются. Учителя отбирают только тех, кто хорошо учится. Я знаю, что этот ребенок уже ни спичку, ни окурок не бросит. Сам потому что своим трудом. Сам садил. В 2008-м посадил 50 гектаров. На следующий год еще 50. А в целом их здесь 180. Одни энтузиасты работают с саженцами, другие на тракторах режут на поле полосы. Баронят. Почву тоже надо готовить. Лес появляется на месте пустыря. Раньше здесь было поле. А теперь настоящий хвойный лес. Местные приходят сюда собирать грибы и ягоды. А также здесь теперь живут косоли, кабаны, зайцы, лисы и даже утки. В газеты там посчитают. Там садили, там садили. А мне приятно. Как говорится, я первый, наверное, начинал это дело. Владимир Федорович уже местный герой. Пример для подражания. Так, когда-то мальчишки, а теперь уже взрослые мужчины, ведут на посадки своих детей. Недостатка земель нет. Расширять леса в интересах местных властей. Владимир Федорович предлагает саженцы. Мы выделяем все неудобные места, земли сельсовета, которые относятся. И засаживаем их, получается, сосенками, листеницами. Вот так у нас вырастают бары. Неудобные – это неподходящие для сельского хозяйства территории. Кстати, в этом году лесники высадили уже более миллиона деревьев в крае. В первую очередь в Ленточном и Обском бару. И в этом есть небольшая лепта таких неравнодушных, как в селе Крутишка. К этой работе активно подключаются неравнодушные местные жители. Они самостоятельно ищут участки, пригодные для посадки деревьев, согласуют их с администрациями, приглашают волонтеров, школьников и высаживают новые леса. Мы со своей стороны поддерживаем такие настоящие экологические инициативы, предоставляем сеянцы деревьев, хвойных пород, выращенных в лесных питомниках. Мне дают они бесплатно, бесплатно. Ну, садись, что, такие дураки есть, ну садись, все, вопросов нет. Нормально, мне нравится. Сейчас таких, как Владимир Зырянов, уже больше. В этом году новые деревья появились в Локтевском, Малейском и Тюменцевском районе. И работы у них, видимо, будет много. Недобросовестные граждане рубят даже молодой лес. Мы насчитали 20 вырубленных деревьев. На смарку больше пяти лет роста. Виновных накажет. И падать духом Владимир Зырянов не собирается. И следующей весной снова высадит сосны. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. У баскетбольного клуба «Алтайбаскет» новый главный тренер. Им стал Евгений Горев, который в прошлом сезоне был наставником наших соседей, команды «Иркут». Евгения Горева в «Алтайбаскете» хорошо знают. В свое время он играл за баскетбольную барнаульскую команду. Чуть позже работал и как ассистент в тренерском штабе, и как главный тренер. В общей сложности 9 лет. Евгений уже приехал в Барнаул, говоря его словами, вернулся домой. Сейчас в период межсезонья принялся за стратегические вопросы. То есть формированием состава команды, концепции игры. Но пока, по его словам, непонятно, как при пандемии пройдет следующий сезон. «Федерация баскетбола пока не дает на это ответ в совещательном режиме со всеми клубами. Ответ будет, наверное, в июнь, июль. Окончательное понимание, как будут играть в следующем году в лиге, сколько их будет в таком количестве». Сейчас Евгений в онлайн-режиме ведет переговор с теми, кто должен составить костяк команды. Кто эти люди пока не озвучил, точно известно, что в команде останется ее лидер Дмитрий Злобин. Он уже принял решение. А у меня на этом все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!